Озеро Ивушки Озеро Ивушки. Довольно известное в узких кругах место. В нулевых пользовалось особой популярностью у местных ребят, проживающих в микрорайоне Бештау. Тогда у нас не было и мысли, что озеро является частью системы отвода шахтных вод уранового рудника номер один, а прилегающие грунты неплохо так загрязнены радиоактивными изотопами. Сегодня мы имеем все необходимое оборудование, чтобы провести полноценные замеры на данном объекте. Вооружившись современным чувствительным сцентляторным прибором и прихватив с собой крутой спектрометр, мы докажем, что часто купаться в ивушках это не самая хорошая затея. Все, наконец-то мы приехали на это озеро. Это озеро Ивушки, садовое товарищество Дружба. С нами дозиметр радиокод. К сожалению, МКС не брали, но тут и не нужен. Сцентляторный поисковой прибор, который отлично видит гамма-излучение. Как видно, здесь фон не сильно превышает общегородской на 10 микрорентген. Но я вас уверяю, это озеро радиоактивное. Как видно, потому что оно выглядит как обычное озеро, но на самом деле что с ним? Ну, это вроде бы обычное частное озеро, но в 700 метрах отсюда шахта уранового рудника. Да, и то есть это вся вода, все эти воды, подпитка этого озера, это слив шахтных вод в сторону юга, то есть в сторону Пятигорска. Сейчас мы пробежимся, сделаем замер. Сделаем замер по контрольным точкам и посмотрим, что здесь у нас происходит. Шарящие люди как бы могут сказать, что мощность дозы не показатель, что здесь есть какая-то радиация, и именно излучение исходит от самого озера и самой воды. Но вот какое есть доказательство. Во-первых, мы сейчас сделаем замеры по контрольным точкам, а также проведем гамма-спектрометрию. Попытаемся посмотреть, что здесь есть. Ну, конечно, здесь это урановый ряд, здесь и так всем понятно. Но смотрите, здесь на земле никакого излучения нет. Но стоит подойти к воде, то есть в местах, где вода контактирует с грунтом. Мощность дозы почти 100 микрорентген в час. То есть это пятикратное превышение. А причина этому очень простая. Растворимые соли урана и радиа, которые мигрируют через воду, они просто осаждаются и накапливаются в грунтах. Потому что там чуть дальше идет слив воды. Мы сейчас пойдем вокруг, все равно еще посмотрим. Ну, собственно, как-то так. Потому что обычным дозиметром воду проверить довольно-таки тяжело. Поэтому приходится вот по таким контрольным точкам ходить. Попытаемся зайти с северного берега. Здесь все в норме, 26. Массивная труба. Ох, чуть не упал. Возможно, это был водооток какой-то. Либо, я не знаю. В северной части приток воды идет вот с той стороны. Туда, к сожалению, подлезть невозможно. Там все в зарослях, камышах. Но здесь должен быть фон поменьше, потому что все соли, вся эта радиоактивная грязь, все изотопы, они двигаются туда-туда на выход. Поэтому здесь, я думаю, будет получше. Как и предполагалось, заметно повышенной радиации в северной части озера не обнаружено. Вероятно, радиоактивные загрязнители направляются тщением к югу и накапливаются с противоположной стороны. Теперь нам предстояло провести замеры у входящего истока воды. Пока мы идем на ручеек, хотелось бы спускать про еще одно интересное место. С помощью дозиметра Атамфас, кстати, к сожалению, у меня сейчас его нет, мы нашли одну такую прикольную штучку, в общем, камень, что линая порода отвальная. Просто вот валяются на земле. Может, это было где-то здесь. Это он? О! О! Да, даже визуально видно, что что линая порода. Хотя до штольня отсюда метров 700-600, наверное. Как-то так. Но мы идем к ручью. Тут отходим, уже фон спадает до нормы. Ну, 30, в принципе, даже 40 здесь это нормально. Но это не значит, что здесь урановые залежи есть какие-то. Уран проходил намного выше и ниже. Здесь это нет. Это все миграция радионуклидов. Там всякие полоний, висмут, радиоактивный свинец и прочие. Дочерние продукты распали ради урана. Как-то так. Убедившись в том, что входящий ручей также загрязнен радионуклидами, мы отправились к исходящему потоку. Это место оказалось идеальным для проведения гамма-спектрометрии, идентификации конкретных радиоактивных изотопов. Ну, кстати, еще в чем прикол, что этот ручей, который вытекает из озера, он протекает через дачные участки, частные дома, которые уже выкупили. Вот мы на один заброшенный такой зашли. Надеюсь, тут можно походить. 46. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и последняя сегодня точка. Это ручей, исходящий из, собственно, самого озера. Он дамба. Я уже снимал про это место. Третья только на подходе. Ну да, явно, что радиоактивные изотопы здесь тоже вымываются. Вон дамба. Ну и перейдем к самому интересному. Сейчас мы сделаем гамма-спектрометрию этого места. Ради этого мне пришлось даже перенести сюда ноутбук и, собственно, спектрометр. Да, такого я еще, конечно, не делал. В такую помойку носить дорогое оборудование. Ну, так, с чего начать? Для тех, кто не шарит, что такое вообще спектрометрия? Ну, если проще, это просто анализ, какие радиоизотопы здесь присутствуют. Ну, конечно, здесь так все понятно. Здесь урановый ряд будет. Но вот здесь скорость счета. Вот. Соточка это у меня в квартире. То есть это нормальный счет для такого вот бездомика. Посмотрим, сколько будет здесь. И по пикам мы посмотрим, какие изотопы тут имеются. Сейчас мы отнесем, положим этот датчик ближе к воде, так аккуратненько. И включим набор спектра. Пошел набор спектра. Скорость счета уже 300. Лок. Ага. Вот. Снимай. Выбираем фон без домика, где у нас было 100 CPS. И вот смотрим. Подносим датчик тогда ближе к воде. Прошло уже минут 5. Да, без домика на самом деле спектр набирать достаточно тяжело. Как бы. Но что мы здесь видим? Вот. Пик на 186. Ну, здесь 184 не настроены. 186 пик это у нас радий. Что, собственно, и требовалось доказать? Это радий. Здесь, конечно, тоже много всего всякого паразитного. Потому что домика нет. Но я верю, что там где-то будет 92 что ли. Но это уран. То есть это уран и радий. Ну, радий здесь как бы очевидно виден на 186. Вот. Внизу это спектр урана с дочерними продуктами распада радио. Ну, дочек радио здесь особо не видно. Короткоживущих. Ну, понятно, потому что здесь радона-то нет. Вот. Но печок на 186 виден прекрасно. Ну, как-то так. Полевая спектрометрия в действии. Теперь уже можно точно сказать, что этот объект заражен. Здесь есть радиация. Притом мы знаем какая. И это не просто природный фон. Ну, как бы уран природный. Но все-таки же такой себе природа. Ладно, всего доброго. Спасибо за просмотр. В озере Ивушки лучше не купаться. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok